На протяжении целых двух веков извойщики были единственным способом перемещения по улицам и предместиям Иркутска. Но в начале 20 века развитие городского общественного транспорта внесло свои коррективы. Сначала появился амнибус, конка, затем трамвай, автобус, такси. Большое распространение получили личные автомобили. Но все же принципы управления городским транспортом остались и оказали влияние на его развитие. По свидетельству современников и гостей города того времени в Иркутске были довольно приличные извозчики. И они брали определенную таксу, которая, кстати, для них была неубыточна, благодаря коротким расстояниям. Извозчики не должны были выходить на работу позже в 8 часов утра. И завершали они в 11 часов вечера. Но в 1900 году для удовства горожан были выставлены ночные дежурства. И уже запоздалый горожанин мог воспользоваться услугами извозчика. Напомню, что в конце 19 века появился в Иркутской губернии первый автомобиль. Он прибыл по железной дороге из Франции. В восточном обозрении за 1902 год в заметке под названием «Маленький конфуз» сообщалось, что на ипподроме представитель какой-то московской фирмы ездил по полю на бензиномоторе. К несчастью, ездок, отвлекшись, развернул свою машину, она съехала с дорожки на траву и сразу же перевернулась. Переднее колесо с прорванной шиной отлетело в сторону, бензин пролился и загорелся. Беспечный любитель руля был отброшен далеко в сторону и потому оделался только ушибами. Правда, довольно сильными. В том же восточном обозрении, но несколько позже, 30 сентября, сообщалось, что к подъезду здания Государственного банка подкатила роскошная коляска на красных колесах, обтянутых резиновыми шинами. Экипаж подъехал без помощи лошадей. Так или иначе, в начале этого века автомобили уже прочно обосновались в Иркутске. Но важность этого события не сразу была оценена жителями города. Трудно было осознать, что транспорт стоит на пороге новой эры. Поначалу консервативно настроенные иркутяне настороженно относились к моторным без лошадным экипажам. Но постепенно картина менялась. В начале в городе была одна единственная частная машина. Напомню, что принадлежала она купцу Яковлеву. Одной из старейших моторных фабрик в России была фабрика «Лина». Существовала она с 1825 года. Экипажных дел мастер Петр Петрович Ильин очень быстро уловил ветер перемен и оставил строительство экипажей, традиционных экипажей гужевых, в пользу самодвигателей. Он был известным в России представителем многих фирм. «Ла Бьюир», «Мерседес», «Марлин Дитрих» и целого ряда других. Еще несколько лет езда на моторах в Иркутске считалась забавой. Причем исключительно летней. Отчаянные же попытки использовать автомобили зимой приводили к конфузам. Так, 9 февраля нынешнего 1907 года сообщали иркутские губернские ведомости. Около третьей полицейской части собралась толпа посмотреть на диковинку. Это был мотор, принадлежащий местному купцу «Эр». По всей видимости, Родионову. Это он стал обладателем второго в городе авто. Он приехал по улице Графа Кутайсова, ныне улица Дзержинского, когда замерзли трубки, их пришлось согревать. Тем не менее, число авто увеличивалось. И в апреле 1907 года началась уже их регистрация. В городской управе владельцам велосипедов, моторов и мотоциклов выдаются номерные знаки. Требуется название фабрики, номер и данные владельца. За знак взымается 20 копеек. При этом бесплатно выдается разработанное Думой в прошлом году «Постановление о езде в пределах города», сообщали иркутские губернские ведомости. Один из частных предпринимателей решил с помощью моторов связать китайские и рабочедомские дачи. К лету 1907 года он приобрел уже шесть новых автомобилей и заказал остановку на Тихвинской площади. Она хорошо защищала пассажиров от ветра и дождя. Местная пресса сомневалась в будущности предприятия. Коммерсант же, напросив, надеялся на успех. И все же до 1908 года автомобилей в Иркутске было мало. Но в 1908 году прошла вторая международная выставка автомобилей. На выставке были и представители Иркутска. В программу московского автосалона входил испытательный пробег грузовиков. Первым стал грузовик «Бюсинг», вторым – «Зауэр», третьим – «САК». Иркутянам приглянулся «Бюсинг», и они приобрели его для нужд коммунального хозяйства. Затем обзавелись и первым автобусом. Это тоже был «Бюсинг». Техника хранилась в специально выстроенном для нее гараже Алексеева, который располагался на улице Преображенской. Ныне это улица Тимирязева. В центральной части города появились автомастерские и автолавочки. Тут можно было отремонтировать машину, купить смазку, бензин, а также, внимание, специальное автомобильное платье и тому подобные интересные вещи. В гараже Алексеева можно было, предварительно записавшись, взять машину на прокат и совершить увлекательную поездку в Качу, к Жигалово, на Лену. Специальный рейс возил желающих к районам, где обычно шла охота – к Манзурке и Боиндаю. В 10-х годах 20-го века машин в Иркутске стало так много, что владельцы их обратились в городскую управу с ходатайством установить различную нумерацию для автомобилей, занимающихся перевозкой пассажиров и автомобилей, служащих исключительно владельцам их. Как и в наше время, автомобили и шоферы проходили строгий экзамен. На страницах старых иркутских газет часто встречались такие объявления. 6 апреля в 12 часов состоится смотр автомобилей, принадлежащих частным владельцам и испытания лиц, управляющих ими. В 1911 году редакция журнала «Автомобилист» приступила к созданию списка владельцев авто в России. Не обошли вниманием и наш город. Оказалось, что в городе преобладали частные машины, пассажиров обслуживали 25 такси и 3 автобуса, почту развозили 9 специализированных фургонов. На службе у города состояло 9 грузовиков, 2 санитарных амнибуса, цистерна для нефти и 23 мотоцикла. Самым мощным в Иркутске был автомобиль со 125-сильным мотором. А чудом техники тогда считался 8-цилиндровый двигатель. Особенно популярными у иркутян были французские авто. Второе место занимали немецкие, третье – итальянские. Если говорить о конкретных фирмах, то первой по распространенности была «Бенц», второй – «Лавьюир» и третий – «Мерседес». Примечательно, что отечественной техники в то время в Иркутске почти не было. Когда мальчишкой году в 22-м, что ли, 23-м, мы переезжали на другую квартиру, то вещи перевозили на грузовике с открытой кабиной, где шофер управлял этими рычагами. А привод к колесам был сзади цепной. Две цепи, они снаружи были видны. Вот это такая, пожалуй, самая старая машина, которую я помню. Все изменилось после Октябрьского переворота 1917 года. Все автомобили были национализированы, таксомоторные парки закрыты. Вплоть до 40-х годов в личное пользование автомобили гражданам не продавались, ни в какой форме. Система в 20-е и 30-е годы подразумевала только распределение материальных благ. Чтобы получить машину, нужно было либо совершить подвиг, либо, по крайней мере, нечто выдающееся или эпохальное. Автомобилем, новым ГАЗ М1 или случайно оказавшийся в распоряжении спецгаража иномаркой награждались герои. Легендарные летчики, полярники, известные всей стране ударники производства и стахановцы. А также артисты и писатели. Остальные должны были ездить на общественном транспорте. Вот где-то, тоже в конце Непо, по-моему, появились первые наши автобусы. Автобусная линия проходила из Маратовского предместия по Карла Марса, по Ленина и через Понтонный мост до вокзала. Это был длинный маршрут, да? Да, это был единственный маршрут. Причем, значит, эти автобусы, первое-то, они были вроде пикапов, открытые такие, ну, настоящий пикап. В кузове две продольные скамейки, там, значит, садились пассажиры, и там же был кондуктор. И оплата производилась по остановкам. Я забыл уже сколько, то ли 3, то ли 5 копеек, скажем, едешь от Ивановской до Ленина, ну, скажем, там это 5 копеек. Если едешь там до моста, это уже будет 10 копеек и так далее. Общее количество автовладельцев исчислялось несколькими сотнями на весь Советский Союз. Кстати, те, кто получал машину, очень редко садились за руль. Они могли позволить себе шофера. Началась война. Автотранспорт изъяли по большей части для армейских нужд. Да всем было и не до того, чтобы разъезжать по своим делам. Четыре долгих года боев, и вот, наконец, долгожданная победа. Тогда в качестве трофеев в Советский Союз попало по разным оценкам около 50 тысяч единиц автотранспорта. БМВ, Опели, Хорьи, Мерседесы бегали долго еще по нашим улочкам. Особенно в провинциальных городах, где автомобиль служил его владельцу всю жизнь. Именно таким путем в наш город попал этот Хорьх, выпущенный в 1937 году. Он принадлежал военкому. Первые частные машины у нас в Иркутске появились после войны. До этого частных-то машин не было. Ну, было там у Водопьянова и еще у таких знаменательных, замечательных людей нашей страны. А тут, значит, вояки с войны на платформах привезли взятые там машины. А тут, поскольку у вояк не было никаких документов на них, эти машины, значит, были изъяты и продавались в городе. Две партии продали. Первая партия была продана артистам. Драма, мужскомедиа, тут Забурский, Муринский, Снегов получали машины. А вторую партию продали научным работникам. А поскольку мой отец был научным работником в медной студии, то ему тоже дали разрешение на приобретение этой машины. С этим разрешением приехал в Красную казарму получать машину. И хоть я был вроде специалист по автомобилям, но я был очень удивлен то, что я увидел. Мало-литражка. Двигатель у нее не четырехцилиндровый, как обычно, а двухцилиндровый. Стоит поперек машины. Не видно ни вентилятора, ни помпы. Это вот была ДКВ, Deutsche Kraftwerkschaft. Ее пришлось немножко восстановить, там она была немного испорчена. Здесь в городе было несколько ДКВ-шек, примерно пять штук. И все мы, конечно, знали друг друга, у кого какая ДКВ-шка, обмениваясь опытом с запчастями. Именно тогда сложился новый подход к производству легковых машин для населения. В 1947 году начался выпуск автомобилей «Москвич-400», причем тоже на трофейном оборудовании. Часть побед и представительских зимов, а также почти все москвичи стали поступать в открытую продажу. До 1954-го можно было свободно зайти в магазин и оформить приобретение машины. «Москвич-400», «Газ-М20-Победа» и «Газ-12-ЗИМ» стоили, соответственно, 9, 16 и 40 тысяч рублей. Эти рубли после денежной реформы 1961 года потеряли 1,0 в своем номинале. Зарплата квалифицированного рабочего или среднего инженера составляла тогда от 500 до 1000 рублей в месяц. Представителям же технической, творческой или управленческой элиты жилось в те времена значительно лучше. Их доходы в десятки раз превышали средний уровень. Именно эти привилегированные советские граждане и начали первыми осваивать искусство вождения. Кроме того, им дано было даже право поставить металлический гараж возле дома. Как раз в те годы счастливых обладателей долгожданные машины стали официально называть автолюбителями. Заметьте, не автовладельцами. Так им указывали на их незавидное, в общем-то, место в обществе. С начала хрущевской отепели число желающих приобрести свое авто начало стремительно расти. Цены же на машины повышать не полагалось, чтобы не показывать медленно, но верно идущую инфляцию. Поэтому стоимость автомобиля поднималась лишь при появлении новой модели. Но зато этот рост происходил скачкообразно, сразу в 2-3 раза. Например, в середине 50-х годов цена москвича поднялась сначала до 16, а позже до 24 тысяч. 21-я Волга, сменив Победу, подорожала до 40 тысяч рублей. Такой рост цен был, конечно, явлением печальным. Но отсюда сам собой напрашивается такой вывод. Счастливщик, купивший новую машину, мог продать ее раза в два дороже на черном рынке. Власти, как могли, чинили этому всевозможные препятствия. Сейчас это звучит странно, если не сказать дико. Но автовладелец не мог самостоятельно продавать свое же имущество. Комиссионный магазин принимал машины обезличенно. То есть только он мог предлагать машины новому хозяину. Причем цену устанавливал сотрудник комиссионного магазина. От новой заводской цены отнимали процент износом. А после продажи машины прежнему владельцу выдавалась сумма за вычетом 7% комиссионных. Возле комиссионок начали скапливаться ночные очереди. А вдруг с утра что-нибудь выставят новенькое подешевле. В 1957 году в журнале «Техника молодежи» появилась статья, что московский инженер Лис, фамилия Лис, сделал очень простой автомобиль. Буквально две доски, впереди два велосипедных колеса, одно сидение, заднее колесо управляемое таким же велосипедным рулем, тросами. И впереди этот мотоциклетный моторчик типа ковровца и цепной привод на одно переднее колесо. Ну действительно, проще уж ничего не придумаешь. А у меня тогда были сыновья-школьники. И они, значит, завопили, что папа, сделаем, сделаем автомобиль. А поскольку я все-таки работал конструктором, называли Куйбышева, то я и сконструировал такую машину. Это была четырехколесная машинка на колесах от инвалидной коляски. На 9 дюймов колеса. С приводом от Ижовского двигателя. Она была трехместная. Первое испытание – это весной, ранней весной, на набережной. Еще кузова нет, но мотор уже, привод, сидение. И главное, дети как счастливы. Да. И, скажем, бензобак, еще временный какой-то бачок от мопеда приделали. И вот на набережной испытывали, как работает мотор, как работают тормоза. А потом уже было доделано. Вот это вот уже. Мы ездим, но еще не получили номеров. А можно было еще получить номера и как-то зарегистрировать? Да, обязательно. Причем, когда в ГАИ, значит, я обратился, они там запротестовали, с какой штатик. Я стал доказывать, что у машины есть все, что надо для современной машины. И номера получил. А затем стало такое поветрие. В городе стали делать аналогичные машины с мотоциклетными двигателями. И ГАИ запротестовало, что мы не хотим этим заниматься. Тогда в городе сделали комиссию, создали. Я туда вошел, нас там было пять человек. Вот нам, эти самодельщики, представляли свои машины. Мы проверяли их пригодность, потому что к тому времени было уже издано правило, которое должны соответствовать машины. И вот если эти правила соблюдались, то, значит, мы давали документ, что машина исправна. Тогда ГАИ спокойно выдавало им номера. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...